Показав свою верность компании, при этом научиться иметь свою точку зрения, свою позицию внутренней, по-доброму, говорить, говорить, говорить старшему до тех пор, пока он это не поймет. Потому что старший это тот, кто трудно пробивает, старшему очень трудно донести, потому что старший это компетентный человек, у него есть определенный запас уверенности в том, что происходит. И для того, чтобы решить ситуацию, нужно очень по-доброму и сильно доносить. Вот я знаю, допустим, такая ситуация была, кстати, в начале 41-м году, когда люди боялись ему доносить то, что есть, понимаете, и те, кто не боялись, они потом возглавили армию Жуков, которые имели силу доносить. Ну то есть вот это качество лидера, понимаете, не бояться доносить истину, потому что руководитель всегда в какой-то степени далек от ситуации. Понимаете, ему нужно, чтобы кто-то доносил. И для этого нужно одновременно иметь силу в подчинении, силу в зависимости и силу в независимости. Сначала силу в зависимости надо учиться иметь, а потом уже силу в независимости. Вопрос только в одном. Ваш руководитель не понимает, что происходит. Все, больше нет никаких вопросов. Если бы он понимал, то бы начались изменения. Давайте так, вот те, которые выше, они владельцы этой компании? Да. Они владельцы этой компании? Да. И они позволяют... А это внутри одной компании вот такой происходит? Да. Ну то, значит, это от вас независимая ситуация, а от него независимая? Дело в том, что от меня независимая, и моя позиция, ну, как бы самое высшее руководство, думает о том, что, ну, единственный вариант мне сохраниться на данной работе, это быть в хороших отношениях с нашим партнером здесь. Но дело в том, что я понимаю, я вижу ситуацию, я вижу, что они, сотрудничественники, хотят, они показали своими действиями, своими, там, ответами, что тут, как бы, не идет речь о сотрудничестве, они просто хотят все это завладеть. Высшее руководство дал добро, а понимать... Как понять и нейтралитет? Ну, вот как-то понять все-таки, смогу ли я убежать... Если высшее руководство согласно на то, чтобы одна компания завладела другой, и это все объединилось в одно целое, ну, тогда вы ничего не сделаете, потому что уже решено за вас все сверху. Если так оно и есть, то вы ничего не сделаете. Поэтому самое главное — сохранить со всеми отношения и остаться на работе. Вопрос главный в том, что хотят главные руководства. Если они позволяют всему этому, значит, тогда вы просто переводитесь туда, и дальше можно будет работать.